ты в эфирном пространстве хорошо тогда на счет 3 ноги в эфирном пространстве эфирное тело ольги ольга 1 2 3 я вижу она стоит как будто бы над такой короче такая идет волна от сектора интерферентов к сектору маленькая такая волна и слышу тета хеллинг там в руках этой волны то есть наоборот волна в руках да она считывается как штефани да и я вижу что она вот так стоит это что они она когда на такие полоски разделена голова у нее черная вот как-то из сектора магии вот так идет на голову черная такими волнами и от сердечной чакры идет такой как язык гипноз белый и сектор принятия решений и она стоит вот так типа думает она и такие вот кружочки такие и такая же такой же имплант находится у ольги я просто вспомнила но не услышала так сейчас века считай эфирная днк ольги она лета спроси у нее разрешение на работу с ней для нее она разрешает хорошо так спроси у нее она видит кто у нее находится в пространстве эту штепань она видит и вот так вот эта штуковина это как такой похоже на такой лепесток круглый ну как будто от тюльпана черный накрывает все и она вот так это снимает себя и она тянется вот эта штука сектора интерферентов к сектору первоисточника и связано с этой и сектором магии от первоисточника вот она так вот это черная от интерферентов к этой штефани черная штука вот такая волна а первоисточник вот такая ярко как хрустальная такая отображает свет кристаллическая так считай века информацию что это за лепесток такой как он влияет на ольгу насчитывается как прикрыть прикрыть правду отвлечь внимание о какой-то контракта отвлечь внимание слышу отвлечь внимание от расторжения контракта перенаправить в другое русло вот эти волны сектор магии и вижу как это ведьма там такое как деревцо такое вот они родовое дерево это эфирный двойник который модулируется этим антимиром колдунами вот это деревцо такое и там такие игрушки развешиваются первые 100 черные игрушки светящиеся разноцветные это программы усилители усилители сигнала какого именно сигнала считаем формацию там вот эти сигналы от преисподней понятно ладно так сейчас века прикажи этой штефани секторе магии который находится проявиться вылазит с копытами такие палки и какие как у синди такие или как козла ножки черные до колен и руки такие же от локтей руки вот с такими вот этими копытца такие вот борода странно это козел такой ну прикажи ей отвечать что она делает в пространстве ольги так и появляется она проявляется это вот этот фан или он считывается почему-то стриптизер и она вот так вот у нее юбка такая по талии и она пышная и она этой юбкой как будто танцует вот так вот туда-сюда туда-сюда эти делает волны так же у нее петля на шее ну короче не буду ее раз да прикажи ей отвечать что она делает в пространстве ольги она говорит готовлю проект какой именно проект какая цель этого проекта прикажи отвечать она говорит подчинение моей воле но этот козел говорит он начинает вырастать и говорит подчинение моей воле так давай сейчас посмотрим когда ольга впервые разрешила этой ведьме штепане вторгнуться в ее личное пространство пусть ольга покажет этот момент самый первый она вот так достает такую книгу тяжелую светящийся и так стукнула положила так что даже пыль пошла я вижу там ручка и пишет что-то написала контракт и отдала этой штефани а это штефани вот положила вот так как за пазуху пусть будет такая грудь волосатая как у козла пусть ольга покажет тот момент когда она подписала этот контракт на физическом плане что происходило в этот момент я вижу это воплощение она встала перед ней а это ее типа чистит и когда она ее не чистит а вот так как то подожди она вот встала вот такая была энергосфера вот такая как яйцо ну такая светлая однородная она встала а это подключает к ней какие-то проводочки и энергосфера как бы разделяется начинает чернеть с левой стороны и в это время я вижу как она эта ведьма что-то берет интерферентов и навешивает на это деревцо на эту программу ну это как сектор программ что именно эта ведьма навешивает с читаем информацию я вижу что там происходит сжатие пространства и такие как черви такие длинные нити там как это как и оно все вот так вот начинает скукоживаться все пространство вот так скукоживается считывается как ограничители что они ограничивают с читаем считается доступ к информации к энергиям жизни они создают какой-то муляж она создает муляж это вот это как эфирный двойник муляж для прицела этих этих интерферентов проявляются вот эти интерференты она как это сделала она фактически в этот момент разрешила быть целью как муляж для этих и я вижу что в нее как бы целятся прямо в сердечную чакру и такие волны тоже идут от сердечной чакры вот в секторе интерферентов кто-то есть прикажи проявиться кто там в секторе интерферентов находится а вот этот который целится у него как бы один глаз как у пирата закрыт левый правым он целится смотрит так вот этот люцифер ну понятно от него века сейчас отсоединись он называет себя зайски мать смерти мать мать рассчитай информацию почему мать я вижу у него такая грудь как женская и мужской причин причиндал мя а мать а рассчитывается материя создатели материализации так какой именно материализации то вот такие лоскутики они идут как матрицы вспышки как комиксы какие-то такие извращенные какие-то церкви энергии какого-то не настоящего мультяшного с какой-то сарказм какая-то сделка вот это все такое сарказм информацию какие условия этого контакта сарказм открывает чтобы никто не это в сектор принятия решений а оттуда оно как бомбочки такие как выстрелы снова там стрела была а здесь такие как бомбы такие шары пух-пух-пух-пух как с Катюшей полетели в сектор миссии слышу скрыть правду так что это Вика за шары которые полетели в сторону миссии считай что они собой представляют она что собой представляют сейчас одного становлю да оно считывается как информационная пушка ложное представление о мире и какие-то шифры что за шифры считай информацию какая их какое их назначение так достигнуть предела предела вот этого мироздания а мироздания это вот это все все пространство искаженное оно везде вот эти такие переплеты такое сужение как спайки как в кишечнике бывают спайки везде бывают спайки и сразу мне приходит ответ как Ольга спрашивала говорится у нее какое-то сужение этих мышц это напряжение потому что оно вот так вот все тянет внутрь в глубину ясно хорошо от этой ситуации отсоединись сейчас считай информацию скрытый смысл этого контракта со стороны антимира какой идет такое ну буквально сожрать вот они сначала знаешь как она идет но как будто бы яд запустили внутрь очернили стало энерго пространство черным а вот съедобным считывает а вот это участие в этих магических делах вот а потом сожрать и прямо вижу как они это тело черное едят и косточки кости это как символ остов вот они косточку остов сожирают это как какая-то неделимая часть это как раз и есть предцел цель вот это неделимая часть это как кинетический объект ясно ладно вот эта ситуация века отсоединить и спроси сейчас у Ольги хочет ли она этот контракт с этой ведьмой расторгнуть да она хочет хорошо тогда пусть Ольга сейчас своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она приняла решение вообще обращаться к этой ведьме впервые пусть она это свое решение отменит пусть отменит все эти сеансы тета хилинга и пусть контракт расстроит я вижу она снимает из глаз как такие вантус два на глазах она это снимает и снимает вот это эту штуку из головы этот лепесток это покрывало хорошо и отключается от слышу от прослушки вот и в этот момент эта стрела которая направлена вот этот эфирный двойник муляж уходит в сектор интерферентов а муляж просто лопает и она вот так смотрит на эту Штефани и я говорю чтобы она расторгла этот контракт что она не пища для этих черных богов и пусть она вернет себе всю ее уперенную энергию а все это безобразие пусть это Штефани ее же руками забирает так пусть Ольга ей отдает все ее воздействия последствия этих воздействий и карму пусть призывает на нее и в портал пусть отправляет она вот так вот отпустила вот здесь так как отпустила рукой это все покрывало все и посыпались от первоисточника эти бомбы в сектор интерферентов все туда а к первоисточнику возвращаются такие светящиеся белые шары так что это за шары исчитай информацию возьми один и считай ну она считывается как почему-то слышу джен ну кабинетик джен дженератор дженера 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 как генеральный дженера вот и уходит ее это недели моя часть она как косточка такая белая вот она так тоже как-то выходит считывается остов дженера она его хватит и взяла в руку вправо и говорит мое решение твердое и это это как будто она взяла хватит говорит мое решение твердое и оно стало как острие какое-то и она вот в этой книге взяла и вырезала что-то сейчас я посмотрю и говорит что она достает ее остов и когда она это сделала то вот эти глаза они вот здесь были вот эти черные глаза в этот упали туда и она эту книгу закрыла и достает другую как с полочки от сектора первоисточника вот там сектора миссии что это за книга читать я вижу что она вот так села как-то и задумывается над этой книгой тоже то же самое что было это штефани только уже вот это над книгой она задумывается а вот так она ее перелистывает вот нашла что она нашла такую ниточку и она вот так вот эта ниточка вот так тянется тоже такая волна прямо с этой книги сектор магии и в этой и в этом секторе магии на подключке скачет кто на одной ноге то на другой вот так перескакивает такой же козел серого цвета Сергей Сергей серый да ну он серого цвета Сергей да так прикажи этому Сергею отвечать что он делает в пространстве Ольги он говорит модифицирую так каким образом и с какой целью прикажи отвечать говорит управляю я сознанием угу говорит я подготавливаю ее для заполучения ее души он говорит мне она нужна так зачем ему нужна душа Ольги сочетая информация он вот так показывает на свое причинное место чтобы обрести вот эту силу оно у него так висит на минус 6 а когда он к ней подключился оно у него вот встало прямо по направлению к первоисточнику и такая подключка прям с него выросла и он такой становится большой так понятно пусть Ольга сейчас покажет когда она впервые позволила этому Сергею вторгнуться в ее личное пространство пусть покажет этот момент Она вот так показывает, оборачивается и говорит, вот здесь уже все отрезано, то есть в прошлом, а здесь оно вот такое, как прослойка. Да. А что это за прослонка? Она говорит, я думала, я думала, то есть я вижу, что это какой-то мыслительный процесс, то есть это такое пространство раздумий каких-то, как перепланировка, считывается как недоверие. А недоверие кому считает информацию, вот в отношении Ольги, кому она недоверяла? Ну, вот так она показывает на себя, да. То есть она с Сергеем уже проработала в прошлых сеансах? Ну, получается, потому что там как бы ничего нет за ней. А из-за того, что она сомневалась, себе не доверяла, думала, что это воздействие от него? Ну, от него тоже было воздействие, но крючков, зацепок уже нет, а впоследствии остаются, потому что она их не отпускает. Ну, говорится же, простить и отпустить, забыть, то есть отпустить, забыть, то есть вообще. Когда вот этих, ну, сама цепляется как бы за него. Это не дополнительная проработка, это цепляние за эти... Считывается энергетические стволы. А что это за стволы такие, как считают информацию? Я слышу двустороннюю связь, миграция энергий, практически как энергии, как существа, миграция существ между пространствами. Привычки. Привычка, как бы, быть в плохом. А когда у Ольги такая привычка быть в плохом, впервые появилось пространство, пусть она покажет этот момент. Привычка. Вот так идет. Так, и что это значит, спросила меня? Она вот так эту подключку, которая идет из сектора магии, от этого Сергея, сзади нее, там как отрезана, говорит, там ничего нет. Ладно. А вот это пространство раздумий, оно вот так перед ней, как такой слой такого, как желеобразного вещества. Так, а когда она в это пространство впервые вошла или подключилась? Считай информацию. Я вижу, что она смотрит в компьютер и выписывает что-то. Она вот так вот взяла этот листок и говорит, что не все вопросы рассмотрены. И все контракты расторгнуты. И вот так вот делаем. Так. А что она смотрит на этом экране в компьютере? Считай информацию. Свой сеанс. Понятно. Сомневается. Ну спроси у Ольги, видит ли она эту ситуацию, к чему эти ее раздумия приводят, сомнения. Видит. Так это результат этих же всех воздействий со стороны магии. Они же этого и хотят. Да. Спроси у Ольги, хочет она поменять свое решение или ту ситуацию изменить, когда она раздумывала, сомневалась в себе. Я говорю, что она может расторгнуть еще раз все контракты с этим Сергеем. И пусть она отдает вот эти глаза, которые смотрят стеклянные на нее с этого пространства раздумий. И она вот так вот смотрит на эти глаза и вот так смотрит на эту стеклянную трубочку кристаллическую, которая тянется к первоисточнику. И она эту трубочку берет и в портал записывает. И резко ее выносит вверх. И этот отвалился Сергей. Так. Пусть Ольга почистит все свое личное пространство, вот всех энергий этих ведьм, колдунов, которые она уже проработала. Пусть в портал все отправляет. Она вот так вот держится за горло и выкашливает. И с ее изнутри выскакивает, как зарод из козла этого. Она таким образом переняла его карму на себя. И она ему это отдала. Ну, потому что это все так программы жертвы работают. А он что, женат был? Вроде Ольга говорит, что да. Ну вот, считывается женатой. То есть, это уже большой провал для женщины, когда она встречается с женатым мужчиной. Ладно. Пусть Ольга отдает ему всю карму за все воздействия, которые были от него. Все последствия пусть отдает и в портал его энергии. О, выходит как будто бы с хиямы. Выходит и захлопывается дверь с той стороны. Хорошо. Пусть поднимает. Буквально вот так, как с зубами, вот так разрывает. И это все пространство рушится, падает. Говорю, чтобы она сожгла все чужеродные энергии, импланты, чипы. И очистила всю ее генетику от чужеродных энергий, от привязок. И от двухсмысленных смыслов, я слышу. Так. И она вот такую книгу буквально из своей головы, такую серо-зеленую книгу снова на этот эзотерический сектор. Вынула как будто бы из себя, как каменная глыба. Так. Что? Что это знание ни о чем. Это типа посчитать несуществующее. Почему нет? Спроси Ольге, нужна ли эта книга? Ну, это даже не книга, это как целый пласт, как эгретер ложных знаний. Так. Ладно. Давай посмотрим, когда Ольга впервые к этому эгретеру подключилась. Пусть она покажет этот момент. На физическом плане, что происходило. Ну, изучает. Вот я вижу, как она перелистывает книги. Потом берет маятник. Что она проверяет? Маятник там раздражает пространство. И оно вот так вот как раздражает и разряжается. Как маятник. А маятник это как маяк, который сигналит. Оно считается как сигнал. Куда этим темным энергиям идти? И вот эта торговля. Она взамен на якобы вот эти пустые знания. Знания ни о чем. Вот. Взамена дает свою душу. То есть свою жизнь. Жизнь и душа это практически одно и то же. Спроси у Ольги, видит ли она эту ситуацию и хочет ли отказаться от занятия этим маятником и вот в чтении этих всех книг ненужных. Да. И она вырывает из глаз такие подключки черные. И эти глаза, вот, они уходят с этого интерферента. И она вот берет свой муляж. Он уже уменьшился. И вот так вот ножницами перекроила его. Я говорю, чтобы она сожгла этот муляж. То есть я вижу, что когда человек занимается этими эзотерическими, магическими практиками, то создается как эфирный двойник или муляж цель, куда нацеливается этот антимер. И он предъявляет свои права на человека. И этот муляж, он находится, ну, наше пространство как гиря. Вот так одно в нашем общем пространстве, а вот это эфирное, оно находится в другом. Получается, когда человек занимается магическими практиками, то есть чем-нибудь, что не соответствует конам нашей Вселенной, то этот эфирный двойник или муляж находится в пространстве антимера. И фактически эфирное пространство зависит, а от эфирного пространства зависит наша физическая воплощенная реальность наша. Получается, что человек, его душа, его жизнь, его все сигналы находятся в руках антимера. Понятно. Хорошо. Этот муляж еще присутствует, да, Ольга? Она его уничтожила. Я вижу, как она огромную глыбу вот этой правой ногой толкает вот эти пустые знания. Они считываются как глупые, дурацкие, ну, вообще, как эти комиксы. Ну, как человек становится такой неразборчивый и не понимает, что происходит. Понятно. И она говорит, это не знание, это тьма. И в этот момент, когда она отрывает вот это от своего сознательного и отменяет свое решение погружаться в эстритическую тьму, я вижу, как от первоисточника идут такие сигналы. Такие, как плоские стеклянные блестящие тарелочки, как они вот так сюда идут, вот так от первоисточника, один за другим опускаются в сектор магии. И они пищат так. Вот так. Как бы по воздуху опускают. И-и-и-и-и-и-и. Вот так вот пищат туда, уходят. А, это соответствует вот этой диаграмме, когда человек, вот, сердце бьется, а потом умирает. И эта машина так пищит. Тин-тин-тин-тин. Так. Вот. Это сигналы смерти. И это все уходит. Хорошо. Пусть Ольга почистит все свое личное пространство и наше общее, вот, всех этих сигналов смерти. Пусть убирает их из своего пространства и нашего. Я вижу, она забирает. Я говорю, чтобы она вернула себе всю очищенную ее энергию и возродила свое, считывается, вот так слышу, духовное превосходство. Угу. А с надгниющим телом антимира. Угу. Потому что антимир на самом деле может предложить только гниение и смерть. физического и духовных тел всех. Угу. Я вижу, она от этого отказывается, убирает это. И она вот говорит, сердится на свое рациональное. Почему? Гурчит. Она вот так говорит, но в смысле вот так. Сейчас. миссия, 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 что за миссия? Ты что, не знаешь, какая миссия? Вот это и есть миссия. Что глобальнее может быть в своей собственной душе? Ну и делает в этот момент что. Угу. Что глобальнее может быть в своей собственной жизни? Вот так нагибается, и там такой какой-то как портальчик. Вот где-то, где правая рука. Считывается что-то миссионерский контракт. Так. Что это за миссионерский контракт? Пусть Ольга покажет. Достает оттуда с этого углубления. Оно как будто бы было закрыто в таких пещерках. Угу. Так. Считай века информацию, что это за контракт, какие его условия. Она вот так с этого берет и что-то такое развешивает вот в своем пространстве. Вижу вот так. Ухо повесило, почку, кишечник, селезенку, руку, ногу. Короче, все развесило. Вот так. В ее пространстве. Так. Спроси у нее, что она сделала. Она говорит, что я показала, как я расчленила себя сама. Так. А когда она расчленила себя сама? Спроси у нее. Она показывает какая-то такая картинка. Какое-то деревце. На елку похожее. Кто-то это дерево, но на этом дереве развешано, как новогодние игрушки, какие-то штуковины. И кто-то из сектора магии пришел, это дерево вот так взял с корнями на плечи и понес сектор магии. Так. Прикажи проявиться, кто это дерево понес сектор магии. кто его вырвал. Слышь, шупан. этот козел. Так. Считывается учредитель смерти. Так. А считай информацию, с какой цели он вырвал эту елку и понес сектор магии. чтобы посадить ее и водить в хоровод. Ну, это дерево, оно не очень на елку похоже. Похоже на елку тем, что там навешаны игрушки. А так трафарет такого дерева. И вокруг этого дерева получается такое полукольцо. Одно такая красноватая энергия, а другое черное. И там такие существа как будто бы делает такой какой-то ритуал или хоровод, бросает к этому дереву все это шары. Считай информацию, Ольга в этой ситуации где-то есть? Она говорит, что она это дерево, это трафарет. Так. А какой тогда ритуал вокруг нее делаешь? Считай информацию. Какой смысл и цель этого ритуала? Да, я сейчас посмотрю, что происходило на физике. Угу. На физике это выглядит. Она такая девица, красивая, молодая, но какая-то огромная. сидит в таком, так, сейчас посмотрю, что это за шарик, в котором она сидит и открывает вот здесь, где сектор программ, окошечко такое открывает. Считывается, открывает доступ. Да. То есть, но на этот момент она уже вся почернела, я вижу карты, попадает на карты. Так. Какой-то отсчет делает, отсчет времени и развешивает в своем же пространстве вот эти программы. Угу. какие-то модульные блоки. Берет эти черные энергии в своем же пространстве, сама себе и делает это. Ну, в принципе, все программы так и создаются. Никто их специально не пишет, человек их сам своими действиями подтверждает и укореняет так работает оно. Угу. И она говорит, что она учреждает программы смерти. И вижу, появляется такой символ, как этот бафомет. Статуя как будто бы сделана из такого металла. Темного. Медь, наверное. Сплав такой. сидит этот козел и держит на руках бездыханное тело ребенка. Угу. Он так сидит. А она так это перед ней вот так. прям как металл. Ольга вот так заглянула, смотрит на этого ребенка. Он сидит, он ее, ребенка не держит, он какие-то знаки пальцами делает, крутит пальцы этот козел. А ребенок сам по себе как будто бы прозрачный такой. Вот к сектору интерферентов. Ольга так за плеча смотрит и говорит так это же я на этого ребеночка. Но это не ребенок как девушка. Но она так растянулась руки в сектор магии и голова, ноги в сектор интерферентов. и она говорит, что это мое решение подключиться и берет себя заключиться. Вот здесь. Так. Здесь над ключицей такая какая-то точка есть. Так. что это за точка с чем? это вот это окошко, которое одновременно оно находится как какой-то пропускной пункт. вот это окошко оно как бы на уровне выше, левое колено. такой портал открывается и оно идет вот сюда. Здесь больше какие-то крепятся шейные шейные именно в эту точку идет. Доступ какой-то код доступа. к чему именно код доступа с этой информацией? это там какой-то блок который вот от этого зависит в какую сторону шея повернется образно говоря куда посмотрит куда повернет свое внимание а оттуда уже очень близко к сектору решения куда шею повернет такое решение и примет так интересно ладно вот этой ситуации оценись и пусть Ольга покажет момент подписания миссионерского контракта что это был за момент я вижу ее в виде богини в секторе миссии она вот так стоит там как будто бы открыт портал она стоит вот так правой рукой держит а там такие вот эти черные шары летят как 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 этой катюши она удерживает этими правой рукой этот щит правая нога правая в этом пространстве то есть она как будто бы проникла частью в это пространство а часть еще в этом разделение такое она она левой рукой зовет и как будто такой создает звук как свист как свистит вот так вот так так как она зовется читаем соли и идут такими вот так идут такие как воины как боги такие все светятся а у них такие черные луки и стрелы и они все целятся в сектор интерферентов считывается как кармические завязки у этих богов и они все скопом сваливаются идут туда вниз интересно скопом слова и они как бы оскопились потеряли свою творческую силу и это я слышу о скоплении урана получается как вот это энергию творчества эти забрали антимир и приделали его этот эту энергию этот антимир образно говоря вот это как ноги коромысла черномор вот к себе приделали считывается как механизм и сила управления миром а в какой момент ольга подписала этот миссионерский контракт и с кем она подписала пусть она покажет этот момент вижу как она буквально начинает вся чернеть говорит что идет на воплощение первый союз что значит первый союз пусть она покажет или скажет она я вижу что она она просто летит идет идет на воплощение и по дороге вот такое идет как будто превращается в такой как у животных помет говорят да ну там рождаются синята или котята помет вот и она идет и это считается вот это воплощение как так я услышала цель ее возрождение рода потому что она пошла как как помет как что-то неважное несущественное незначительное потому что энергия ну перспектива то у такого воплощения это безволие и смерть поэтому по конам вселенной а я вижу как она среди всех остальных зашла в это темное мрачное пространство где фактически нет выхода ну понятно она говорит выход предусмотрен то есть не совсем что нет выхода а выход предусмотрен она говорит единая нить что за единая нить возвращение к роду и всего рода это семя богов считывает а что это за такая единая нить возвращение спросил она показывает как говорит единый проход и вот она стояла с той стороны и держала дверь как щит а теперь она с этой стороны и эту дверь с этой стороны она открывает и там показывает вот это окно вот теперь понятно что это у нее за окно там было угу так ясно Вика от этой ситуации оценись пусть Ольга покажет с кем она подписала этот миссионерский контракт кто другая сторона и момент подписания я вижу что идет такой какой-то механизм какого-то братания знаешь как это бывает хлопнули обнялись она это сделала с этим люцифером он также считывается как люмьер люминат вот что такое и люминат и люминат от слова иллюзия иллюзия света а вот оно что такое иллюмината иллюзия света когда тьму выдают за свет ну понятно и снова вижу этот козел сидит с этой светящейся на колене на коленях фигурой девушки так подписала Ольга контракт с этим люцифером спросила да пусть она покажется на момент подписания и сам этот контракт так слышу отдать что именно отдать считать прозвучает прозвучало что-то как арт вот откуда артиллерия ты понимаешь да арт это творчество и сила арт это творить да это сила творить и артиллерия это вот артиллерия это со стороны темных идет вот как они пуляют этими черными энергиями как шариками а дать буквально отцепить вот эту энергию вот оскопиться оскопить пространство слышу оставить без арт и образ такой вот эти пушки они имеют даже вид да надо кстати и вот эти пушки они вот в секторе магии вот у них такая сильная зацепка на физические объекты на физическое тело потому что это у них этого не хватает они стремятся к завершению цикла и процесса творения а у них сотворение то есть они не творцы они сотворцы то есть они так переделывает то что уже было сделано за них сотворец вина как плагиат то есть по условиям этого контракта была отдана вся творческая энергия да да пространство потому что вот они когда пошли они потеряли свое пространство они вошли в это а это черная энергия это артиллерия она зашла вот в сторону на светлую сторону и дала силу этой черной артиллерии просто бомбить а понятно понятно ладно спроси у Ольги видит ли она этот контракт условия его да она видит и показывает такую полусферу и показывает и говорит наши города раздроблены и показывает и говорит наши города раздроблены а каждый город как будто бы как свой орган управления это как живой вся планета была как живой организм и и все города они но каждый город был как часть друг друга и каждый выполнял свою функцию и миссию а вот голова голова была руки но и там живот все на месте как перераспределение функции то есть вся система управления была единой и и шла руководство от первоисточника от первотворца а когда вот эти темные они вот так вижу как покрывало накрылась вся планета вот так разделилась на соты и шестиугольник и по центру каждого шестиугольника это такой как кол и сектора магии вот это покрывало с этой с этими шестеренками оно со стороны интерферентов а вот эти колышки со стороны магии оно считывается как заключительные акты мироздания ритуалы и заключенные контракты то есть вот эти контракты они увековечили а где а каким образом да и в чем они увековечились читая информацию на физическом плане я слышу в событиях и Ольга показывает как будто бы вся земля вот так перед ней в таких черных шарах как она говорит разбомбили нашу атмосферу также она говорит украли наш союз а какой именно союз украли спросил Ольга ну я вижу что все боги хлынули все вместе как одно целое а каждый из них попал в отдельную ячейку по этим магическим ритуальным стволам как в трубочке вот так они стали разрознены они не могли я слышу соединить союз союз разъединился угу так ясно хорошо Вика от этой ситуации отсоединись и спроси сейчас у Ольги хочет ли она сейчас этот контракт расторгнуть и все восстановить вот она сидит держит эту полоску как эта девушка символическая руки туда ноги туда спина вот так выгнута и она берет эту полоску то есть все поменялось теперь она сидит а этот антимир у нее вот так изогнут и она вот по как бы образно по третьей чакре это разрывает слышу доминиканский союз читаем промоцель что это за доминиканский союз так я вижу что там а 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 у а услышу озверение душ превращение вот эти души которая пошли но не все они они попадают такой тоннель и прямо вот как будто тесто на сковородку а там такой механизм вращается как сковорода большая и делается такие заготовки считывается имплантирование а веевать расселять то есть идет создали таких на штамповали их людей а потом их расселяют как-то идет вот снизу как бы с африки вверх туда века считаю информацию доминиканский союз связан с доминиканской республикой сейчас на нашей земле на физическом плане похоже что до портал этот еще открыт с читаем информацию этот портал я тебе скажу вот так идет он там есть он проходит по такому есть широта и долгота она вот под этой долготе вот так идет ментально как бы разделяет левую и правую половину она также почему-то идет когда доминиканский крест спроси ольги она имеет отношение к доминиканскому союзу она говорит что мы все имеем отношение к доминиканскому союзу пусть она покажет момент подписания этого союза она говорит что мы все проходим через эту шахту а значит все прошли она говорит что мы все проходим через эту шахту вот этот туннель черный она говорит древо смерти это соответствует сейчас я вижу этому деревцу которая там секторе магии вот так как ручкой помахал чтобы я поняла где это связь она говорит мой животный мир вижу что человека опустили до уровня животных она говорит генная инженерия люди перестали рождаться богами то есть вот эти боги а сейчас посмотрю что это значит она говорит утратили божественный потенциал и сердечной чакре появился как огонек черно-красный такой словещий и он вот так отсюда сердечной чакры тянется это черно-красная подключка сектор принятия решений так отождествление человека с дьяволом он присвоил он создал он создал как бы создал новый вид человека и по этому принципу творения и творца она как бы предъявляет претензии на владение человечеством как на как на сыновей ну да а то замахнулся круто и это все условия этого миссионерского контракта спросил уже да все включая это миссионерский контракт так а смысл какой был со стороны богов так скрытый смысл слышу оставить семя что семя возрастет возродится и даст урожай найдет дорогу выглядит это как будто такой росточек из маленькой точечки светящийся вырастает вот как этот стебелечек сквозь черный асфальт как вижу это искорка там малюсенькая вот пробирается вот так такими зельзагами находит дорогу к первоисточнику она говорит возвращение домой вот как эта энергия она считывается как материнская любовь и отцовский гений а гений это есть вот этот дж генетика генетика генератор все одно и то же оно зовет и это малюсенькая искорка которая по контракту искорка божественной души неделимой она и находит этот путь к освобождению отлично так теперь вика считай еще скрытый смысл со стороны интимера в этом контракте какой задушить так полностью закрыть это окошечко задушить уничтожить отобрать перебрать вот так вот все это как-то вот эти развешанные все части вот так раздробить превратить в хаос все ладно вот этой ситуации отсоединись спроси сейчас у Ольги хочет ли она этот контракт расторг да хочет она берет вот этот щит с этими шарами которые прилипли до приклеились к этому щиту вот так его положила и все пространство вот так было разделено налево и право она его положила и повернулась на вверх и вниз и вот так она села а потом встала а села как бы соединилась с этим вот с этой девушкой которая там лежала но не знаю девушка мужчина но вот так как символ человека растянутого и она вот встала с этого и разрывает уже этого демона который сам превратился в эту полосочку и когда она эту черную полоску разорвала то внутри этот остов светящаяся сила арт она вырвалась и начала как цветок расцветать с одной стороны и с другой и соединяется вместе и превращается такой шар который как будто борется две энергии белая светящаяся и такая черная а белая растет растет а черная начинает вот это переворачивать этот шар черная так тяготеет вниз и вся начинает отпадать отлично поднимается этот шар я вижу как все боги которые вот прямо стеной такой пошли так наступили ну как переступили и провалили все сейчас как назад ногой раз туда хорошо пусть все себе возвращают творческую силу энергию пусть Ольга это тоже делает все эти боги остальные все мы возвращаем себе эту силу и нашему пространству тоже делаю энергию творцов и в этот момент я вижу она снимает из головы такой как шлем с этим перышками как у петуха гребешок а что это за шлем где посчитай информацию как он влиял на Ольгу оно считывается как воинство воинственность направленность вот это я вижу боги они все держат черные луки и стрелы а по кармическим конам кто меча возьмет от меча и погибнет защищать свое пространство нужно не нападая а защищая себя я говорю чтобы она и все передаю информацию она вот так как будто летит и у нее такой какой-то чан большой как кастрюля как кастрюля в виде этого перевернутого шлема а этот шлем и теперь я черные они как будто бы вот так в том пространстве внизу и она всех напаивает я говорю что она делает такое чем она поет она говорит казуальные смыслы я вижу что тот кто выпил и спил эту чашу до дна он попробовал и выплевывает из своего рта а эти эмбрионы вот этот помет вынимает и все вот так как то пространство разворачивается на изнанку и темные энергии и отпадают она говорит о семенении убирает хорошо я вижу она выходит вот так раз ногой из этого туннеля вышла так хорошо пусть скидывает себя все эти его единственные атрибуты пусть передает информацию всем тем богам пусть все свои луки стрелы тоже выкидывают все выкидывает и свист этот который она свистнула он вот так как бы от первоисточника снова так возвращается в сектор интерферентов интерферентов и вижу как этот антимир начал так как-то вращается этот свист этот клич как-то сбросил с престола там где сидел вот этот люцифер и он вот так вот вращается вот так и падает вниз и постоянно вот так вращается его мир считывается что сброшен с престола упокоритель человеческих душ так теперь пусть Ольга и все мы призываем карму за все что этот Люцифер и все его создания весь этот мир сделали с нашим миром за все эти разбомбленные города за все эти воздействия пусть Кама вернется виновник а вот и пальтишко червячок только это не пальтишко с червячком а она выходит из червячка это это такой как панцирь такой как этот как личинка как как личинка которая прячет в себе ну вот эту генетику бабочки да так а что символизирует это штуковина с этими зубьями и глазами Считай информацию оно идет вы такие как мы а она говорит нет и сбрасывает это из себя эту кожу и эти глаза и это вот кольца эти все обручения с этим миром все уходит хорошо и она вот так разрывает это пространство вот которое идет вот так по диагонали где это доминиканский союз был и она это разорвала и эта труба в этом разорванном пространстве падает на сектор магии и накрывает вот так крышкой как куполом а сверху него вот это белое как магнетизм это магнетизм это вот это гипноз магнетизм нашего пространства которое притягивает в то же самое то что есть внутри то снаружи притягивает во внутрь вот удаляет хорошо она говорит что возвращает человеку человеческую кровь днк я и говорю чтобы она восстановила полностью все свое эфирное физическое днк в этот момент ее как как будто бы она телепортировалась очень быстро очень быстро светлое пространство очутилась уже в секторе миссии и снимает это пальтишко с этими кнопочками управления хорошо выбрасывает в портал с головы еще снимает такую антенку приемник о раньше мультик такой был телепузики да вот которые телепортировались да пусть только все импланты все программы снимает с себя выкидывает все в портал все привязки к антимеру крючки зацепки все все что я связан с антимером пусть выбрасывает о вижу как эта душа возвращается с этого портала а там это животное как будто овечка то есть эмбрион овечки но теперь понятна эта история как овечку принесли в жертву вместо этого ну понятно а а вот и сразу все увидела почему овца именно почему потому что овцы не могут жить ну сами по себе им всегда нужен пастух они абсолютно стадные животные и вот это эту программу чтобы управлять то есть это управляя управляемость вот это было заложено в человеческий ген и это препятствует рождению богов то есть возрождению когда идет на воплощение божественная душа душа творца то по правилам иконам вселенной должен родиться должно родиться ну так ребенок который будет соответствовать своему генетическому содержанию его души так пусть Ольга это в своем пространстве восстановит пусть уберет все эти животные гены и в нашем общем пусть она это сделает и пусть об этом передаст информацию всем светлым душам чтобы они то же самое сделали пусть отказывается от всех животных генов и вот цепная реакция пошла каждый передает друг другу мы тоже отказываемся так хорошо теперь пусть Ольга восстановит раздробленность наших городов чтобы они соответствовали первоначальным значениям функциям и работали как единый организм как было заложено как было заложено угу угу делает она делает я вижу что оно как то из запада идет так что именно запада идет читать вот такая светлая волна которая как бы вот так как будто такой какой-то звук как этот ну поджигает эту петарду и там так сначала проводочек вот так оно все расходится и эта темень уходит подключка вот это это ооооооо вот эти знаешь, как эти были со стороны магины колышки колышки уходит хорошо карму за эти все ритуалы призываем на антим懂 Сейчас с Рима ушло, там где Рим, там каталитический мир, Рим. Каталицизм, это переделанный катализатор, усилитель вот этих всех полоских энергий. Я вижу, что там сидит этот бафомет. А в каком месте, сочитай информацию? В Ватикане он сидит. Ага. Он там вот сидит. Понятно. Так, приказываем ему убраться оттуда, убираем все его энергии из нашего пространства. Да, мы запрещаем в нашем священном пространстве, в духовном священном, находиться этим демонским энергиям. Приказываем этим демонятам убирать все их воздействия, чипы, импланты, подключки, все воздействия. И аннулируем все их магические воздействия на наше пространство, на каждую живую душу и на всех вместе. Возвращаем к армии ее первичные настройки. И пусть каждый виновный в гибели других получает. Понесет ответственность. Да. Чистим все наше пространство. О, как они обиделись. Они на нее сердятся, говорят. Ты все-таки нашла. Конечно. Путь домой-то. Угу. Вот оно что. Да. Все. Призываем на них всех к арму и в порталы к всех. Угу. Очищаем все наше пространство от их энергии. Все. Портал. Порталы закрываем и поднимаемся вверх к первоисточнику. Да. Теперь, Вика, посмотри на эфирные тела Ольги. Опиши, как сейчас она выглядит. Она выглядит вот так, вижу, рукой вот так. Такая похожа на какую-то нимфу. Угу. Плывет так по воздуху и так рукой вот так сеет. Она сеет. И там, где она сеет, там везде такие цветочки начинают вот так распускаться. Угу. Хорошо. Хорошо. Так. Теперь. Ольга хотела своих детей родить в эфирном пространстве чистыми, свободными. Пусть она сейчас это сделает. Исходя из своих новых. Из своего нового состояния. Она вот так вот показывает, говорит, мой рот чист. Угу. И сейчас я вижу, как она сыновей рожает. Угу. Подключки отсоединяет. Перемещает их в светлое пространство. И они сразу там летят, как ангелы. Угу. Отлично. Я говорю, чтобы она все свои, все ситуации свои перенесла в наше пространство и полностью уничтожила этого эфирного двойника, своего и своих детей. И отменила все ритуалы жертвоприношения на физическом плане, на эфирном плане, во всех воплощениях. По отношению к себе и к другим. Хорошо. Ну и, конечно, в интимире за это все. Да, это программа паразитизма. Убрать. Угу. Сделано. Вот, как интересно, видишь? Вот, смотри, как оно выглядит. Вот эта божественная сущность, которая как шелкопряд, закрыта, запутана в этом темном пространстве, обрела опыт. Вот эти зубы черные, четыре зубика такие черные у этого червячка. С одной стороны, эти зубы принадлежат антимиру, с другой стороны, вот это из сердечной чакры, это ниточка из этого семечка божественного, его прямо зовет туда. И этими зубьями же, которые якобы принадлежат, не якобы, точно принадлежат этому антимиру, прогрызает это окошко именно там, где зовет душа по этому вот каналу. Это получается, что ни один вид оружия не имеет силы против жизни, против Творца. Я слышу против первопричины жизни, потому что это заложено, это внутри нашей священной материи жизни. Она взлетает. Это вот чудесное превращение. И она взлетает прекрасно, но не бабочкой, а ангелом. И закрывает этот портал. Хорошо. Закрыла? Да. Так, теперь вот этой ситуации отсоединись. Также Ольга хотела знать, воплотились ли ее родители, и если им нужна помощь, она хотела им помочь. Пусть она им передаст информацию о своем освобождении. Если нужно... Так, по очереди ее родителей. Мама, пусть Ольга передаст информацию своей маме. Если нужна помощь, если она в нижних пространствах, пусть Ольга ей поможет. она не воплотилась, она передает ей информацию. Я говорю, чтобы Ольга убирала привязки, передавала информацию матери, чтобы мать убирала все привязки к антимиру. Пусть убирает все программы антимира, отдает карму антимиру и поднимается к первоисточнику, куда, где отдыхают души. Пусть откроет портал и за собой закрывает, если хочет. Да, она это делает. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Теперь отец. Пусть Ольга передаст отцу информацию о своем освобождении и то же самое, если нужна помощь, пусть поможет. Да, она делает это. Все. Они вместе в какое-то пространство золотистое, сияющее. Перешли. Хорошо. Портал за собой закрыли. Так, все чистим. Хорошо. Все, все темные энергии в портал отправляем, очищаем наше пространство. Да. Портал закрываем и поднимаемся еще ваше. Угу. Так, ну я думаю Ольга получила ответ на вопрос к чему она готовилась к какому переходу. Думаю, это понятно. Ну, нет, Ольга? Да, получила. Машной головой что нет. Пусть подсознание Ольги скажет к какому переходу она готовилась и куда перешла. Я вижу, как ее рациональная часть с нее смеется. Ну, подсознание в смысле? Нет, ее рациональная часть. А подсознание ей вот так. Так, тук-тук-тук. А здесь такой блок щит стоит. Да. Еще есть блок? Вот так оно вот так никогда не бывает? Ага. Время нужно, Ну, конечно. Понятно. Оно же, это же, это паутина, это перекрученное, это все, это же нужно просто осознавать каждую ситуацию, докапываться, когда поймешь, как это работает в этой ситуации, в этой, когда аналогично начинаешь понимать все, что касается этой темы. Хорошо. Ладно, Вика, от этой ситуации отсоединись. Она говорит, придет. Хорошо. Ее душа, ее рациональная, ее душа освободилась от всех и от всего, что ее связывало с антимиром. Ее рациональная часть подтянется, потому что это так работает. Они специально искорежили наше физическое пространство, наше физическое тело, чтобы мы недопонимали, чтобы мы были как эти овечки, готовые только приносить себя в жертву. Но нужно эту программу убрать. Я говорю сейчас, чтобы Ольга убрала все программы жертвы и вернула себе на физический план как можно скорее вот это ощущение своей божественной силы, значимости и свой потенциал. Угу. все равно время нужно. Ну, оно придет тогда, когда человек полностью откажется от любого соприкосновения с магией и когда придет это осознание до, как говорится, пропишется в подсознании и в рациональной части, так, что это приведет к отвержению. Угу. Ну, понятно. Ладно. Вот этой ситуации, Вика, отсоединись. Угу. Сейчас пусть Ольга информацию о сегодняшней проделанной работе, о своем освобождении передаст всем светлым душам, чтобы они делали то же самое, освобождались и пусть оставит эту информацию в эфирном пространстве для всех, желающих принять. Да. Хорошо. Так, спроси сейчас у Ольги, все ли она сделала сегодня, свою миссию выполнила. Да. Мы для нее все сделали? Все. Хорошо. Тогда все вместе, кто там еще есть из светлых, поднимаемся к первоисточнику, наполняемся энергиями радости, гармонии, счастья, любви, достатка, благополучие, творчество. Это выглядит как будто мы вот эту планетку нашу тянем на таких ниточках вот вверх, верхнее пространство. Хорошо. Хорошо. Все, Вика, проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто, все ли порталы закрыты? Да, все чисто. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего и будем выходить. Сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три. Открывай глаза. Да, Открывай.